Здарова! Как вы поняли, сегодня у нас новое видео, которое называется обзор колоды вслепую. Сегодня у нас будет очень классная, проработанная, эффектная колода, которая называется Моментом море. Вот так вот она выглядит, вот так она нас встречает, и передняя часть коробочка, нету никаких надписей. Только вот такой вот рисуночек, череп, который переходит на боковую часть, потом еще чуть-чуть на заднюю заходит, а больше надписи нету, ни на боковой части, ни на верхней. На нижней у нас есть логотипчик Murphy Magic, ну и как бы на этом у нас заканчивается полностью обзорчик коробочка. Единственное, что еще могу похвастаться, так это Моментом море на язычке. Все, больше тут ничего нету. Ну там еще можно отметить вот такие вот объемные элементы непосредственно на каждом из цветов. То есть у нас есть, например, цвет голубой, на этом голубом цвете в такой же ромбик у нас идет и объемная часть. А так как бы все, коробочек мы обозрели. Но теперь мы переходим к самому ценному, это, конечно же, карты. Вот так вот выглядит у нас Джокер. Вот так вот, я думаю, будет хорошо все видно. Два Джокера абсолютно идентичных, как мы видим, все сделано под коробочек. Даже не так, коробочек сделанный под вот это вот все. Очень красиво сделано, мы видим разные цвета есть. И главная идея какова? Мы идем с вот таких вот красненьких, красненьких, красивеньких, фиолетовеньких и переходим до вот таких вот желтеньких цветов. И так у нас абсолютно везде. Вот, например, берем ту за пик, да, и у нас есть вроде бы как обычный такой вот значок пик, но у нас есть вот такие вот розовенькие, бордовенькие цвета. Оп-оп-оп, перешли на фиолетовенькие, синенькие, зелененькие, и мы уже заканчиваем желтенькими. И вы сейчас это увидите абсолютно везде. Везде есть вот такие вот ромбики, вот такие вот разноугольнички, и треугольнички, и прямоугольнички тут корявенькие всякие. Вот, абсолютно на всех у нас в мастях, значках есть, присутствуют. И вот мы уже доходим, вот давайте-ка, и до непосредственно карт с лицами. А что же у нас здесь? Точно так же все сделано. У нас есть вот такие вот переходы с красненькими, розовенькие, и вот здесь вот желтенькие. Постепенно перешли. Опять же, очень красиво все сделано в плане того, что есть различные фигурки, и это совершенно необычно. Сразу еще, кстати, хочу сказать, эту колоду разработал Крис Рэмзи. Очень классный чувак, я на него канал оставлю, ссылку в описании. Переходите, подписывайтесь. Ну, просто вообще парень умничка. Вот это вот он ее разработал, как бы уделил ей время, и это чувствуется прям вот сразу, когда ты берешь эту колоду в руки. У него также еще есть вторая такая вот колода, тоже приблизительно по такому принципу сделанная. Только я вам, когда мы к рубашке перейдем, я вам покажу, какая там у нас еще идет особенность. Так, вот мы уже дошли до Крести, и бац, Буби. Вот такие вот у нас карты Буби есть. Имеют. Красиво. Вообще, красивая, спору нет. Так, приходим мы к нашим двум рекламочкам. Вот у нас первая рекламка. Вот такая вот, кому интересно, вот Крис Рэмзи. Кому интересно, вот это наша такая рекламочка, прочитайте. Вот это у нас такая вот рекламочка. И также еще вот рубашка у нас, а вот гиммик типа. Как этот гиммик использовать, возможно, вам такая вот демонстрация понравится. Но, как бы так, более расписано. Значит, вы такие говорите зрителю, что вот у нас есть вот такая вот прекрасная жизнь. Вся в красках, вся в цветах. Очень все красиво, позитивно. Но также у нас есть вот такие вот серые будни. И, например, вы говорите то, что мы можем взять и чудесным образом приукрасить наши будни вот такими вот красками. Круто, да? Как по мне, прикольно. Потом взяли вот эту вот картишку, спальмировали и туда куда-нибудь в кармашек клац. Показали зрителю, все чистенько. В общем, как по мне, такой гиммик можно использовать так на ура. Так, далее поехали. Как бы по рубашке вообще все супер. Мы видим такие же скелетики, как и на коробочке черепки. Только у нас они идут зеркально, вот так вот под наклончиком. В общем, во второй версии этой колоды его, это называется не Моменту Мури, а как-то я не помню, капчу, что такое. В общем, там точно так же, только задний фон весь черный. Типа тоже с белой обводкой. И еще вместо черепочков там идут белые такие болотные лилии. Но тоже так они сделаны, будто бы из таких вот фигурочек. Ну, тоже красиво. Но как по мне, вот это вот его просто шикарнейшая колода топовая. И также еще в той версии единственный, наверное, огромнейший минус, это то, что все лица стандартные. Если здесь мы имеем вот такие вот проработанные, крутые, классные, то там у нас типа как стандарт. Но это как я замечал. Возможно, я могу ошибаться, поскольку этой колоды у меня нет в коллекции. Но здесь, я точно уверен, здесь все круто по проработке сделано. Также еще хочу отметить, очень тоненький, маленький, но очень классный элемент на рубашке. Это вот такой вот, видите, яркий, желтенький такой вот, сейчас зафокусируется, как значок Буби, что ли. Вот такой вот маленький элемент на рубашке. Что он нам дает? А он нам дает очень красивую, прекрасивую, просто вот такую вот полосочку, когда мы делаем веер. Либо также еще ленту можно сделать, и все равно вот эта вот маленькая полосочка, она будет даваться сразу же, будет сразу же бросаться в глаза. И мы видим такую вот полосочку, которая красиво у нас все это отделяет. В общем, ребятки, вот такая вот классная колода, она мягкая, очень мягкая, кстати. И для кардиистри, как по мне, она идет просто на ура. Вот такая вот колода, реально легко, легко это все делать. Вот берете и оп, круто вот такое вот подснятие делаете. Оп, оп, оп. Кстати, если хотите такое подснятие научиться, обязательно пишите об этом в комментариях. В общем, я думаю, обучимся, обучимся именно с этой колодой. Оп, супер просто. То есть, если у вас есть два джокера одинаковых в этой колоде, то вы можете делать различные там манипуляции, сэндвичи, швендвичи с двумя одинаковыми джокерами. Если же вы, например, хотите показать кардиистри, то это будет просто на ура заходить с такой рубашкой. Мне такой кажется дизайн для кардиистри просто созданный. Такие вот два элемента, два черепа, друг на друга смотрят, и вы такие красиво все делаете. В общем, все. Колода классная. Мне она очень понравилась. К сожалению, у меня в магазине уже закончилась. Поэтому, что я могу посоветовать? Переходите по ссылке в описании в мой магазин. Ну и там вдруг что найдете интересненького, да и покупайте. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Такая была колода. До новых встреч. Пока.